Сразу несколько городов Днепропетровской области утром 8 июля пережили массированную атаку российскими ракетами. В Кривом Роге было два попадания. Люди, которые живут 2-3 километра от этого района, говорят, звук был очень громкий. Первый был не сильный, потом очень сильный, потом глуховатый. Мы не видели, потому что мы на расстоянии километра 2 отсюда. Услышал взрыв, выбежал в бомбоубежище сразу. Ничего не слушал, ничего не смотрел, где, что, куда. Уже потом, позже оказалось, что здесь такое большое горе. Основной удар пришелся по административному зданию промышленного предприятия. В течение нескольких часов здесь удалось погасить пожар. Теперь спасатели разбирают завалы. Предварительно было известно о 10 погибших. Почти полсотни раненых. Многие люди за помощью обращались к психологам. У людей были разные реакции, начиная от просто шока, ступора, заканчивая истерикой. Надо было выслушать людей и направить их на дальнейшие действия, если они не понимали, что делать. Элементарно – выпить воды. Мы их отвели на место, где им не будут мешать другие, где они могут выразить свои чувства. Атаковали россияне и Днепро. В городе поврежден девятиэтажный дом. Осколки ракет выбили окна и повредили несколько десятков машин. Также повреждено и одно из СТО. Всего городские власти сообщают о 10 поврежденных многоэтажных домах. 12 человек получили травмы. Часть из них за помощью обратились в больницы. В нашу больницу доставили трех пострадавших в результате взрыва в средней степени тяжести. Все раненые с ранами от взрывов, открытыми переломами конечностей и акубаротравмой. В Днепре больших жертв удалось избежать благодаря тому, что люди вовремя среагировали на сигнал воздушной тревоги и спрятались в укрытиях. А в Кривом Уроге 9 июля уже объявили днем траура.